Спортивная гимнастика – вид спорта, включающий соревнования на гимнастических снарядах, в вольных упражнениях и в опорных прыжках. В современной программе гимнастического многоборья, для женщин на брусьях разной высоты, бревне в опорных прыжках, вольных упражнениях, для мужчин в вольных упражнениях, опорных прыжках на коне, кольцах, параллельных брусьях и перекладине. История спортивной гимнастики. Термин «гимнастика» впервые появляется у древних греков в период расцвета древнегреческой культуры в восьми веке до н. Однако гимнастические упражнения культивировались еще в древнем мире. Еще за 4000 лет до н.э. в Китае, Индии и у других народов гимнастические упражнения применялись в лечебных целях. В китайских книгах тех времен указывается на то, что в Китае существовала гимнастика, которой занимались дома утром и вечером. Широко известная в настоящее время система гимнастических упражнений индийских йогов берет свое начало в том далеком времени. Из различных исторических источников известно, что гимнастические упражнения применялись у всех древних народов – у египтян, персов, ассирийцев, народов Закавказья, римлян и Дээр. Гимнастические упражнения входили в систему физического воспитания еще в Древней Греции, служили средством подготовки юношей к участию в Олимпийских играх. С конца XVIII – начала XIX века в западноевропейских и русской системах физического воспитания использовались упражнения на гимнастических снарядах – опорные прыжки. Во второй половине XIX века в ряде стран Западной Европы стали проводиться соревнования по некоторым видам гимнастических упражнений. Первые состязания в России состоялись в 1885 году в Москве. В 1881 году создана Международная федерация гимнастики. С 1896 года спортивная гимнастика включена в программу Олимпийских игр. С 1928 года в Олимпийских играх участвуют женщины. С 1903 года проводятся чемпионаты мира. С 1934 года в чемпионатах участвуют женщины. Наибольших успехов в Олимпийских играх и чемпионатах мира добились гимнасты Чехословакии, Италии, Франции, Швейцарии, Германии, Финляндии, Венгрии, Югославии, США и СССР. Спортивная гимнастика в СССР. В СССР развитие спортивной гимнастики в 1920-е годы связано с осуществлением всего обуча. Первый чемпионат СССР по гимнастическому многоборью состоялся в 1928 году в рамках Всесоюзной спартакиады в Москве. Второй – с участием женщин. В 1932 с этого времени чемпионаты проводятся регулярно, с 1939-ю и по отдельным видам многоборья, а с 1936-ю – Всесоюзные соревнования школьников, с 1950-ю – на Кубок СССР по многоборью. Становление и развитие спортивной гимнастики в СССР связано с именами таких педагогов и тренеров, как В.В. Соколовский, Г.С. Игнатошвили, Б.Н. Астафьев, А.С. Бакрадзи, М.Л.П. Орлов, Н.Н. Миронов и Д.Р. В 1937 году советские гимнасты впервые участвовали в международных соревнованиях. В 1949 году Федерация спортивной гимнастики СССР стала членом Международной Федерации. С 1952 советские гимнасты участвуют в Олимпийских играх. 1954 в чемпионатах мира из 1955 Европы.